Всем здравствуйте! Давайте подождём ещё чуть-чуть и начнём тренировку, как раз подаёте по целью янца. Так, ну что ж, я смотрю, время уже ровно 7 полосками, так что давайте постепенно начнём нашу тренировку. Меня зовут Жабалдас Юлия, я играю с мастером спорта России по карате, также членом сборной России по карате. Сегодня мы проведём с вами ландингу по, разумеется, моему виду спорта. Наверное, начать стоит, как обычно, с разминки, поскольку она очень важна для любого вида спорта, не только для моего. Это самое главное. Отпишитесь, кстати, пожалуйста, в описании, видно хорошо, потому что тренировку провожу не в условиях, скажем так, изолирования в офисе. В условиях большого зала. Поэтому я не уверена, что меня будет хорошо слышно. Если можно, пожалуйста, напишите в комментариях, в сообщениях. Так, давайте начнём как на следующей суставной разминки. Начинаем разминку тел и вниз. Поэтому начинаем с шеи и суставов. Будем делать наклоны. Упращение. Упращение. Должение будет очень хорошо, потому что какое движение неправильно? Нужно очень сильно напряжаться, и в дальнейшем будет очень быстро, чтобы развлечься. И в дальнейшем будет очень быстро, совершеннее. 1 раз упражнения, делаем себе что-то еще, а дальше взрослый отверстия, надо не застанавливать. Дальше переходим на руки, начинаем срочные суставы, делаем вращение вокруг спины, и назад. Движение должно быть вверх, чтобы развязывать спину, так хорошо. Еще раз спина. И так же назад. Дальше переходим к локтевому суставу. Для каратистов очень важен локтевой сустав, поскольку у нас большинство ударов. Это техника руками, и при ударе локтевый сустав очень сильно напрягается, и можно лететь. Поэтому разминать локти нужно очень-очень тщательно, очень хорошо. Вращаем левую руку. И правую руку. Делаем вращение как в облаке, так и наружу. Теперь кистевой руку. Так же вращение под одну сторону, и в другую руку. Теперь необходимо разминать истек протянуть их вместе с пальцами по стойку. Карата также помимо того, как идет ударная техника, а также и на щита. Это те самые препараты. Поэтому необходимо очень хорошо разминать вот эти части, чтобы при защите, при локтах не повредить. Закончили разминать, теперь уступаем к прокорам. Разминать спину нужно очень тщательно, очень хорошо. Потому что самая большая нагрузка всегда идет на возбуждение. Это касается не только именно карате или каких-либо любых формах в целом. Это касается непосредственно всего нашего жизненного процесса, когда мы уходим, когда мы приехали, завершаем такие небольшие действия. Наклоны надо делать вперед, вверх, так и право, и вверх. Теперь в принципе вращение корпуса мы опускаем корпус. Теперь превращаем поддавшую по всем властям, которые делали рукой. Делаем четыре. Воздух, но мы четыре. Теперь мы делаем структуру. Ноги остеются на месте, приподнимаясь ближайший носочек. В сторону, которую параллельно надо поднимать. С этим мы закончили. Теперь начинаем разминать ноги. Можно взяться из запора, так как не у всех есть, допустим, возможность стоять на одной рейсе. Можно держать ровной рейсе. Делаем вращение вперед. И так же назад. Делаем вращение. Делаем вращение наружу и вовнутрь. После окончания сиять и поступаем на коленословную суставу. И не верно, что подъехали, но также стоять на ногу. Выстраивать движение. Насколько передасток, это очень важная часть. И необходимо очень тщательно раздинать, чтобы не подвернуть. Но поскольку я иногда шумываю какие-либо дырки, что-нибудь еще. Можно случайно затягиваться пальцем, или проскользнуться. И можно очень сильно пройти передасток, если не будет хорошо раздеться. Так, составную разминку закончили. Переходим к растяжке. Растяжку можно делать дома, на колорее. Можно делать, как он запустил меня на коврике. К тому, как удобно все равно. В первом упражнении это будет выход. Хочется на левую ногу. Заднюю встанем на левую точку. И делаем. Меняем ноги, делаем кашлы на правую ногу. Поехали. 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 Итак, начинка зубы в них. Надеюсь, если проводим сами для поч внутренних операций. Давайте придется сítим bland. Давайте разбrak. Надеюсь, чтобы закончить todos, чтобы она�를 подкакẽ. И теперь, если это очень опасно в данном рядсе 2 3 4 4 4 3 9. На б décima тут идет по 2 12". Сейчас мы занимаемся на выключительной растяжкой специально. Это было сложно, потому что мы начинаем сессию пытаться на спадах. Это может получиться не сразу, разумеется. У кого-то или высоко не так может лежать. Я занимаюсь достаточно давно, поэтому мы не будем сессию. Настяжка также должна не только в свою цену, она важна в среднем стену, а сколько это снимает? Подержу, пока лучше. Человек чувствует, что лучше, когда вы имеете в виду сессию, все расслаблено, все расслаблено, все расслаблено. У меня видно в зеркале? Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Ладно. Все, хорошая работа. Тут чуть забежка идет, я так понял, забежка, да. Сейчас она найдет. Сколько тигра стоит? Вот, сейчас встала. Теперь мы можем находиться растяжкой, и предлагаем выключить вот этот рейтинг. А-а-а-а-а-а-а-а. У нас на сейтехники. А-а-а-а-а-а. Теперь можем переступить подсеркнулись с распространением, как я уже сказала. И начнем мы, пожалуйста, на рейтинге. Теперь я положу руку в меню. Надеюсь, ее видно. Вот. Прыгать мы будем влево и вправо. Ну, сочетаем. Сначала мы будем влево и влево. Сначала мы будем влево, потом мы будем влево. Начинаем по 5 раз, по-ну, 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 по-ну. Меняем ноги. Теперь делаем то же самое, как будто туда. Отлично. Теперь прыгаем так вперёд-назад. Мы разогреваем ноги, прыгаем не наступно. Так вперёд-назад. Отлично. Дальше в каратэ очень важна координация. Возможно, высказать какой-нибудь пояс или скакал. Или делать это просто как с воображаемой линией. Я положу даже для наглядности две резюки для волосы. И теперь показываю упражнение, которое мы выполняем достаточно часто. Оно задействует, мне кажется, все другую мышцу. Также задействует очень сильно голову, которая очень важна. Мы делаем короткие передвижки. С каждой стороны надо ставить два шага. Центрка, сбоку два. Центрка, сбоку два. Делаем так. Но подержали определенное время. Я буду с собой разогревать. Сейчас мы делаем упражнение и отвечаем на вес. Так же мы делаем упражнение сейчас. И делаем передвижки. Но уже не оставляя здесь вверх. А спрессу. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Между подходами мы будем делать небольшой отдых. Я начала заниматься каратэ с 8 лет. Именно этим видом спорта решила заниматься. Я даже не знаю. Наверное, история как у многих происходит в детстве. Получилось так, что увидели объявление, что открывается такая секция, такой набор. И поэтому родители, ну и я, разумеется, решили попробовать. А почему нет? Я занималась до этого многим видом спорта. И, наверное, не нашла себя. Здесь, именно в каратэ. И мне очень нравится то, что нужно показывать свой потенциал. Именно тем, что это не обычный вид спорта для девочки. Все обычно говорят, что специфика женская это гимнастика или какие-либо танцы, хореография. А здесь немножко другое. Ты чувствуешь какой-то азарт, какую-то игру. Чувствуешь, что ты можешь показать свою силу. Чувствуешь, что ты можешь как-то выразиться по-другому. Как-то показать себя в любом свете. У меня в стиле шотокан. Как бы если играть на традиционные стили. Но я смотрю каратэ в игре. То есть, олимпийская версия каратэ. Которая вот сейчас будет, дай бог, представлена на Олимпиаде уже, к сожалению, в следующем году. Так, ну что ж, мы отдохнули. Думаю, можно начинать делать другие упражнения. Я поставлю себе для наглядности, наверное, небольшое утяжеление. Чтобы вам было видно. Которая очень сильно развита техник на ногу. То есть, помимо того, что у нас очень свой удар на ногами. Также мы работаем и ногами. То есть, бьем специфические удары. Также мы делаем броски. Сколько времени нужно заниматься на черного пояса. Вы знаете, вообще эта ситуация проходит забильно раз в год. То есть, раз в год, может человек сдавать на пояс. Поэтому, ну, наверное... Ну, вообще, по идее, это, наверное, 10 минут. Итак. Я думаю, что мы с Пейджман никогда не сможем зарядить. И так, упражнение следующее. Оно развивает впечатление. Вверх-передень, полетно, и также связки. Можно держаться даже на виду опору. Надо поднять ногу вправо. И, допустим, через какое-то препятствие. Возможно, это было вражаемое препятствие. Мы перебрасываем ногу, поднимаем вверх и опускаем вниз. Но нет, так не ставят рядом. Делаем так 10 раз. И, вверх-передень. И, вверх-передень. И, вверх-передень. Теперь мы делаем сейчас это фронтами. То есть, он пушит вперед. Сейчас нужно развернуть ногу. Также можно взять за что-то. И вытянут ножку на уже ногу. И также перекидываем ее через Пейджан. Вверх, но не опуская ногу вниз. И, вверх-передень. И, вверх-передень. И, вверх-передень. И, вверх-передень. Упражнение мы закончили. Теперь мы в третий как раз это ударная часть. Я думала, удары боками достаточно всем известны. Конечно же, поделы, но похоже. А сейчас я покажу основную технику ногами. Самые, пожалуй, два базовых ударов, которые применяются в карате. Они, ну, как мне кажется, они не такие уже сложные. И в принципе, техника выполнения она не покажется трудной. У меня, я даже в смысле не знаю, но, наверное, темно-коричневый. Так на счет, я официальную аттестацию именно техническую я не проходила. Но так как я занимаюсь разделом не кота, а приюле, то есть я занимаюсь непосредственно с самими боями, с самими драками, у нас немножко такая система аттестации. Поэтому надеюсь, что формально уже черный. И так, техника ногами. Первый удар называется «Майя Гер». Он бьется прямой рукой. Изначально можно взять старушку или вопрос, чтобы понимать, как он бьется. Самое важное качество боевых для каратиста, пожалуй, это грамотность. Грамотность в плане относительно картики, грамотность в плане относительно ведения самого поединка в целом, и грамотность относительно того, насколько ты слушаешь тренера. Если ты это не можешь перевести, то если ты его не слышишь, то ты не выдержишь. И так, беремся за опору. Одну ножку нужно поднять как можно больше. Кровянку нужно вывести на уровень груди. И после этого к нашему боку мы выпрямляем вперед. Носочек должен быть натянут, но должна быть ударная поверхность относительно стопы. Вот такая. Это называется Коши. По-японски термином каратэ это называется не так, это подержка с тобой. Так, держимся за опору, натягиваем ногу, и носочек натягиваем, сухой, сухой, сухой. Конечно же, в реальном поединке это все будет выглядеть абсолютно по-другому. То есть, когда спортсмен стоит в стойке боевой, предполагаемо, на него идет все педни, и надо встретить, он бросит ногу, пробивает ногу. При этом удар получает достаточно крыло, достаточно, можно сказать, острый, он пробивает очень сильно пресс, то есть, он пробивает все допустим мышцы, если попасть допустим на вдохе, то можно достаточно подкосить соперного влежащего соберника в себе, а также в целом его состоянии на определенное время. Так, меняем ноги, делаем то же самое, выносим поверку, и управляем активную вдоху. Встаем в боевую стойку, это называется камайлка, встаем в боевую стойку, курочке он располагается вот так, одна находится на груди, другая чуть-чуть вперед. Также выносим ногу, и также берем вперед. меняем стойку, сделаем то же самое. удары идут, я показываю сейчас в корпус, но также в традиционном коробле, также в технике, в целом, туда можно подниматься в голову, но на соревнованиях запрещено пробивать такие удары по голову, и вообще в целом наносить какие-либо равноопасные, скажем так, движения, которые могут причинить сопернику какую-то очень сильную боль, скажем так. Когда не контактный вид спорта, относительно ног, у нас тут решено легкое касание, поэтому если, допустим, в такой удар попасть в челюсть человека, то боем на нем не будет возможности у человека продолжать бой, и может быть как раз дисквалификация со стороны осудии в пользу человека, который нанес какой-то удар. Итак, на армейкере мы насыграли, переключаемся на второй удар, который я хотела уснуть. Называется он «Увашик». Я думаю, многим известнее вы тут раз тысячных песен, и вообще очень многие это слышали. Он делает примерно так же. Можно взяться задником или поверхностью. Я буду делать быстрее всего здесь. Буду показать передней ногой, но можно вынести так же вперед, но сейчас у нас нет, прямая тоже не а бом. Мы выносим колену бом. И выпрямляем ногу. Этот удар вносится так же, как бом. «Жествия» с , «Жествия» «Жествия» люди, вносим мелика, 12. «Жествия» «Жествия». Движение вверх и желаем. Теперь можно постараться сделать очень быстрее. Также можно бить сзади с передней ноги. Я понадобила вариант как рубить с передней ноги. И помедленнее. Также это можно делать помедленнее. Поскольку вариант достаточно быстро. После техникум медленного сзади сзади можно стараться переключаться на более быстрые для вспомнения. Удары на ноги мы сзади разобрали. Теперь можно переключиться на классические удары на ноги, которые присутствуют в каратэ. В принципе, относительно всех ударов у нас работают исключительно прямые удары. У нас нет как в боксе боковых или каких-либо еще. Нельзя наносить удары снизу. Как я вам сказала, можно наносить только прямые удары на ноги. Их, в принципе, всего две разновидности. Одна это киземский. Удар передней рукой. А вторая это кяточки. Я рассказываю сейчас о самых ходовых ударах, которые идут именно в поединках. Я кутики отличаются от динамитя. И что он наносится не передней рукой, а он наносится задней. Итак, смотрим техникум медленного. Встаем также к стоечку в боевую. Делаем шаг передней ногой. И бьем при этом передней рукой. Выпределяем его. Стараемся расстегнуть полностью грудную клетку, вес кучевой сустав. Необходимо вытянуть его. Можно дальше. Кулак передней тоже лежал. Между дженером и второй. И также удары по яблочке, которые я делала раньше. Отвечая с рычагом, что можно надеть с задней рукой. Делаем так же. Выправ передней ногой. И при этом необходимо от задней ноги Выправить себя создать импульс. Так, чтобы вся сила, которая в ноге, которая в нижних конечностях она переместилась в руку. И как можно облегчить и положить туда. Выталкиваемся с задней. И возвращаемся обратно в боевую стойку. Теперь можно сделать это стараться побыстрее. Также на вторую руку мы можем это сделать медь на ногах. И сделать чуть-чуть попозже. Передней рукой выносится быстрый удар. Так как мы развиваемся, естественно, никаких трэм быть не может. Поэтому можно проверять, сделать уныние чуть-чуть попозже. И возвращаем ногу к себе. Переключаемся на яблочки. Делаем так же удар. Стараемся сделать это побыстрее. И с как можно большим импульсом. От задней ноги, от нижних конечностей. Делаем вперед. Так, мы закончили. С ударами руками. Там все удары, которые я сегодня показала. Их возможно комбинировать. Возможно комбинировать две руки, две ноги. Делать обманные движения. Разумеется, это все уже более сложная техника. Которую изучают с определенным возрастом. Которую изучают в определенные периоды подготовки спортсмена. Но профессиональные спортсмены, разумеется, у них арсенал в разы больше. Касается и бросковой техники. К сожалению, запретили броски двумя руками. Разрешили броски только одной рукой. Это сделали японские судьи. Потому что линии для нового карате азербайджанцы. В основном у них техника была бросковая двумя руками. Они захватывают и бросают. Что запрещено. Азербайджанские каратисты выигрывают японских. Японцев этот не нравится. Планы на этот год. Но, дай бог, начнутся соревнования. И уже будем проводить. По идее, должны быть серьезные старты. Должны они были быть в начале этого года. В сентябре. Но, к сожалению, скорее всего это все откладывается. Из-за ситуации с ковидом. Должен был быть Кубок России. Который выявлялся отбором на чемпионат мира взрослых. И молодежный. Так. Давайте, наверное. Уже время подошло. Можно проводить. Обычно я совершаю тренировки. Вообще физически. И с какими-то упражнениями. Что туда включает? Приседания, отжимания. И также я туда включаю различные виды растяжки. Потому что после тренировки. Обычные мышцы забиваются. И уже не так себя комфортно чувствуешь. Не так легко. Давайте начнем тогда с лупы Б. Это будут сжимания. Вначале. Делаем 12 раз. Я делаю 12 раз. Еще раз переключаемся на приседания. Так же 10-15 раз. И дальше, так как выступать сейчас не давать много, но вы не буду, завершаем все это растяжки. Но пока мы будем растягиваться, можно задавать вопросы, которые вас интересуют. Приходилось ли жертвовать детством ради спортивных достижений? Ухаживания нет. На данный момент мне 20 лет лет один, и я вам могу сказать, что впечатлениями, благодаря спорту, моя детка напомнилась просто сполна. У меня множество знакомых в разных городах, у всей России, а также в своем джонке. У меня множество интересных воспоминаний, благодаря всем этим соревнованиям. И намного интереснее проходит детство, когда ты чем-то занят. Спортивные достижения изначально не идут как-то второстепенно относительно. То есть не было задачи вырастить из меня, изначально эллимпийскую звезду, кого никого нет еще. Изначально была задача просто поддержания здоровья и занятия моего свободного времени. А в дальнейшем это просто затянуло, и уже когда-то абсолютно по-другому относишься к результату, абсолютно по-другому относишься к проведенному времени, когда кто-то ходит гуляет, отъедешь в спортзал, кто-то аккуратно. И уже получается, что это не в напряг, а в оборот. Это доставляет очень небольшое удовольствие. Итак, растяжка. Мы садимся на пол. Вытягиваем ноги вперед. И делаем наклоны. Наклоны вперед за галку. И постараемся протянуться как можно сильно, как можно дальше. И постараемся как кругом коснуться коленей. И делаем так же наклоны вперед, вперед, левая нога и правая нога. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И опускаем так вперед, на своем теле и на солнечном теле. Так же дальше вперед, на Кашу. И вниз. После этого, кладем в ручное коление и оставляем ноги примерно на две части, с половиной силами плечи. Тоже на колени. И плечом стараемся тянуться к мозжку, параллельно. И вниз. Меняем. Теперь плечи. Одну руку вытягиваем вперед, второй как бы обхватываем, но не хватаемся за плечо. И просто протягиваем. Стараемся вести руку, но можно дальше. Так же меняем руку. Теперь протягиваем руку за голову и хватаемся за руку. Так протягиваем руку. Меняем руку. Тренировка прошла хорошо. Она, в принципе, подошла к концу. Теперь, если вы хотите, можете задавать интересующие вас вопросы. Я на них постараюсь ответить. Так, я вижу один уже, что я не ответила. Приходилось ли применять боевые навыки и по назначению мне на спортплощадках? Нет, мне приходилось. Стараюсь как-то не конфликтовать особо в жизни. Потому что, ну, во-первых, мы, те, кто занимается вызовами искусствами, спортсмены, скажем так, у нас уже есть определенное оружие. У нас есть боевые знания, какие-то навыки, которые мы можем применить, что в дальнейшем может отельчить какие-то наказания. Ну, и в целом, как-то нам запрещают изначально, то есть, первая заповедь, скажем так, когда приходишь на тренировку по карате, это не дерись мне в зале. Хочешь подраться? Иди в зал, надевай перчатки, вставай в пару, там и берись. На улице? Нет. Спасибо за майку. У меня сейчас один тренер, точнее, у меня два тренера, каждый из которых уносит очень большой вклад в развитие, которые помогают мне не только в спортивной жизни, но и помогают вообще в целом становиться хорошим человеком, становиться какой-то определенной личностью со своими интересами. И, возможно, многие, о спортсменах, о том, о чем я говорю, тренера можно назвать вторым отцом. Если у спортсмена тренеру хорошее отношение, то так оно и происходит. А в целом, в личности, как бы сказала, а как спортсмена, если прислушиваться полностью к тренеру, то спортивного результата можно достичь намного раньше, намного больше этого спортивного результата и намного проще. Когда спортсмен или человек тренируется один, самостоятельно, это уже не совсем то. Все люди это придут или нет, и поэтому всегда нужен какой-то пилот. У спортсменов какая-то самодисциплина, она намного сильнее, развитая. Потому что все равно тебе когда-то нужно вставать, где ты этого абсолютно не хочешь, где-то, допустим, когда у меня весогонка, я не ем, не ем вообще ничего иногда, чтобы просто поддержать свой потрез, который нужен, чтобы выйти и залезть в категорию. И в целом, тренеры это те люди, которые помогают тебе отразить вот такую самую самую дисциплину, которые приливают ее изначально и помогают становиться сильнее на таких моментах. Добавайте вопросы, если еще какие-нибудь есть. Так, ну что ж, я смотрю, вопросов нет больше, всем спасибо огромное за тренировку, спасибо огромное, что зашли, посмотрели, а если просто хорошо, тогда жду. О себе, в плане, как спортсмена, я думаю, начала заниматься с 8 лет, начала заниматься в городе Омске, это была обычная секция в школе, которую открыл мой первый тренер, о чем я очень на самом деле рада, спорт дотянул, дотянул очень сильно, и начались определенные соревновательные моменты, какая-то деятельность, случилось, естественно, в каких-то маленьких соревнованиях. В дальнейшем году пошли серьезные старты, и чемпионаты России, и первенства мира, и различные международные соревнования очень серьезные. Из достижений, пожалуй, сейчас могу отметить то, что я выполнила норматив и получила звание мастера спорта России, я являюсь членом сборной России. К сожалению, я являюсь слишком участником первенства мира. Также в моей копилке некоторые достижения на достаточно крупных международных соревнованиях, таких как этап Кубка мира, такие как Гран-при и различные тому подобные соревнования. Всероссийские соревнования международные, которые проходили именно в России, там я становилась неоднократная победителем и призером. Не всегда получается так, что у тебя получается обыграть первые соревнования или чемпионат, и ты не всегда попадаешь в формы. У нас происходит так много раз в год. Поэтому, к сожалению, пока я являюсь лишь участником таких серьезных соревнований первенства мира. Надеюсь, в дальнейшем будет уже намного лучше. И это дает какую-то определенную изюмность в жизни. Спасибо большое вам всем, кто зашел. Еще раз благодарю за то, что присутствовали на тренировке. Дальнейших успехов вам. Не отчаянитесь, занимайтесь, тренируйтесь, выходите в большой спорт. Всегда будем всем рады. Все. Спасибо большое. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok